Всем привет! Это дневники черного копателя. Знаете, я вот уже писал о том, что современный warfare, то есть военное дело, оно претерпело кардинальные изменения при сохранении большинства существующих правил, нормативов, стандартов и прочее. Ну вот, в 2022-2023 году мы видим, что применение всяких высоких технологий, хотя на самом деле они уже были обкатаны на поле боя, ну скажем так, в других регионах, при других обстоятельствах, значит, уже и показали свою эффективность, а вот сейчас в широкомасштабных боевых действиях они, конечно, показали свою феноменальную, чудовищную эффективность. Почему? Значит, потому что эти высокие технологии военным, кадровым, профессиональным, чурбанам, чурбакам, сапогам, они недоступны, потому что генералы 50-летние, 45-летние полковники и прочее, они как бы, ну, не были готовы, так сказать, к современному реалию, понимаете? Только лишь вот всем известный коммерческий оркестр уже, ну, лет 8, наверное, конкретно воюет во всех разных регионах, самых разнообразных, встречается на современном поле битвы с самыми передовыми разработками со стороны супостатов, также их заимствует, применяет и, как бы, в курсе дела. Вот, поэтому для них это все не сюрприз, а вот, конечно, для кадровой армии профессиональной это все, ну, что-то новенькое, знаете, это что-то новенькое. Поэтому они продолжают воевать артиллерией, понимаешь, вертолетами, самолетами, танками, все вот это вот, и пехоты, пехоты идуть, идуть пехоты, и связь еще у них такая, знаете, радиорелейная. Вот, а дроны, например, а как же вот это вот все антидроновые средства, это все они как бы забыли, нет, у них это все тоже есть, все, но в таких мизерных количествах, в таких вот это все недостаточных размерах и масштабах, что должны быть дроновые войска, да, войска дяди дрона, как ВДВ, только с дронами, да, вот такое должно быть массово, не то чтобы купаться в фонтанах с дронами, но чтобы молодые люди, которые там закончили только что школу, и с дронами они уже на ты, бля, понимаешь, чтобы они приходили в армию и им говорили, так, рядовой Иванов, ну-ка давай с дронами налетай на мне, тут тысячу часов, и он будет летать, понимаете, а вот это вот ломом соскребать с унитаза там какую-нибудь какашку, это ему неинтересно, и он прав, и он прав, вот, а дроны, конечно, это оружие очень мощное, причем даже психологически, потому что дроны, которые влетают в окоп, уничтожают одного, двух, трех человек, пять, десять человек, понимаете, в одном, блин, даже, это вы знаете и не снайпер, потому что снайпера нужно готовить, да, сколько-то, чтобы он отстрелял выстрелов, это время, человек штучный, опять же, его надо подобрать, научить, значит, чтобы мне практика была, чтобы винтовку ему собрать, в конце концов, высокоточную, ему еще ее надо купить и продать, подогнать под него, и чтобы он выстрел сделал, и у кого он убьет, он одного какой-нибудь выстрелом убьет, вряд ли он убьет выстрелом сразу десятерых, даже с расстояния километра, полтора, два, а то и четыре, знаете ли, вряд ли, но это будет круто, замечательно, технологии тоже высокие, знаете ли, не последние, но, но, кого он убьет, ну, он размочалит одного маджахеда или одного какой-нибудь полковника, пана-атамана, грециана-таврического, а дальше что, останутся еще десять, а вот дроны, в том числе FPV-дроны, First Person View, когда ты смотришь в очках, в очках виртуальной реальности ты находишься и смотришь, куда летишь, грубо говоря, управляешь и летишь туда, куда смотришь в этих очках, вот это вот на огромной скорости, понимаешь, и эти дроны достаточно дешевые, скажу я вам так, дроны-камикадзе, и в них можно влететь в открытое окно, в форточку, и, соответственно, все там уничтожить, не говоря уж о блиндаже, не говоря уж о каком-нибудь там большой радиорелейной станции, там, с локатором, которая крутится, которая стоит там миллион долларов, но в которую влетает дрон, ну, условно говоря, за тысячу долларов, это самое максимальное, вообще-то стоит это все, по большому счету, копейки, вот, и элементарно все это уничтожается, также и с танками, вот этими леопардами, абрамсами, или клерками, да что хочешь, да с любыми, просто влетает такая фигулька, снабженная, ну, маленький такой, маленький дрончик, снабженный, ну, 200-300 грамм тротила, какого-то, или гексогена, да, с каким-то таким детонаторчиком, таким легеньким, и на скорости 200 он влетает просто в, ему, в гусеницу, и он разрывает эту гусеницу, он уже никуда не едет, все, приехали, никто никуда не идет, этот танк за 6 или 8 миллионов долларов, или евро, он стоит, замечательная мишень, стреляет, как говорится, рядовой Иванов, вот тебе и мишень, вот и все, из гранатомета, или с двух, с трех гранатометов, привет, поэтому вещь крайне эффективна, и крайне опасная, понимаете, что касается вот последних угроз, вот, ну, которые со стороны вот этих вот ребят, пиксельных, значит, да, в отношении Москвы и Екатеринбурга, это я бы, я бы не скидывал со счетов вот это вот все, потому что Москва-то, понятно, она защищена и кольцом обороны, одним, и вторым, и третьим, а изнутри-то, а изнутри-то она чем защищена? Нет, я понимаю, что на главных этих, на наших центральных спецтрассах, где ездят Путин и другие и прочие, и вокруг Министерства обороны, и Белый дом, да, все, и вокруг Кремля есть, конечно, поле, такое энергетическое, электромагнитное, где гасятся любые сигналы, не те, не нужные, и поэтому дрону будет тяжело преодолеть вот этот вот электромагнитный купол, да, или вдоль трассы там какую-нибудь делегацию, делегацию догнать сверху, да, и со скоростью 200 ее разбомбить, трудно, но никто еще не пробовал, мне кажется, могут попробовать, знаете ли, могут попробовать, или самолет какой-нибудь сбить, взлетающий, да, или садящийся где-нибудь в аэропорте Кольцово, или в аэропорте Шереметьево, Домодедово, Внуково, а все может быть, а все может быть, понимаете, взлетел и все, и не, и не, и все, и упал, поэтому вещь опасная, вот глядя на эти кадры, которые вам демонстрируются здесь, как, там уже показывают, маленькая, немного батареи осталось, low battery, а он на последних буквально этих самых вольтах летает, понимаете, ему преодолеть несколько километров, это надо всего лишь там меньше минуты, а у него батарейка хватает штатная, ну там на 2, на 3, на 5 минут, ему больше это и не надо, понимаете, этому дрону Камикадзе, вот он взлетел, ему там дали информацию, он подлетел, быстренько увидел, группу солдат в окопе, вот допустим, как здесь, да, два солдата, если вы внимательно присмотритесь, два солдата, подлетел со стороны траншеи, ба-бах, нету двух солдат, нету двух солдат, а это что такое, по современным понятиям, это значит, что они погибли там же, в окопе, или вот как здесь, в лесопосадке, там же 6 или 7 человек в ДРГ были, да, в этой диверсионно-разведанной группе, вот их догнали, 1, 2, 3, 4, человек 5-6, наверное, было, догнал дрон и укокошил, а это что значит, значит, они погибли на поле боя, соответственно, и вот эти ДРГшники, например, считаются пропавшими без вести, все, родители там, мать не узнает, значит, жена, где погиб, с каким этим самым, все, пропавшие без вести, если там кто-то даже просто ранен, он же никуда не доползет, ему второй дрон пролетит и добьет без проблем, или просто обычный дрон с гранаткой прилетит и уже доделает свое черное дело, это наши, кстати, все делают, это видео, это наши поражают вражеские цели, если что, на всякий случай, уточняю, вот, а вот что касается в окопе, где влетает, ну, так это уже вообще кошмар, смотрите, влетает в окоп дрон, убивает двух, трех, ну, двух человек, по-моему, там двое стоят, их тут же находят свои эти побратымы, значит, Петром и Кола погиблые, загиблые, в Мерли, да, тут же их собирают в пакет, отвозят туда, ну, и говорят, они попадают в список потерь, тела их отвозят, а родителям в ящики, в цинковом гробу, привозят, хоронят, они проходят как погибшие, значит, что? Им надо платить компенсации, и им надо платить компенсации, соответственно, сколько, ну, это определенная сумма, ложащаяся на бюджет, ложащаяся на Министерство обороны, понимаете, вот и все, вот и эффективность, допустим, ну, там, 500 долларов стоит дрон, а потери, связанные с выбытием, причем безвозвратным, из строя вот этих двух побратымов, ну, порядка, там, не знаю, может быть, двух тысяч долларов, трех, я не знаю, сколько там, вот, вот и считайте, и, конечно, эффективно, конечно, эффективно, значит, и вот так вот, в принципе, современные технологии, они рулят на поле боя, а самое главное, что все вот эти FPV-дроны, first person view, дешевые, дешевые, доступные, их не запрещено, не покупать, не продавать, вот, просто, знаете, кто-то умелец собрал из этого кита, из этого наборчика, нужную себе конфигурацию, и устроил, то, что надо устроить, ба-бах, к примеру, все, так что надо отслеживать, работать на опережение, ФСБ здесь, всех вот этих вот умельцев, надо поставить на учет, значит, за ними следить, и в YouTube, и везде, где у них группы, форумы, все, все нужно контролировать, везде должны быть свои люди, чтобы все на всех стучали, тогда только будет понятно, если где-нибудь появится какой-то новый человек, неизвестный, который будет этим трясоваться, тут же к нему будет повышенное внимание, иначе никак, иначе эту сферу просто не проконтролировать, вот, а что касается применения вот этих вот дронов, камикадзе на поле боя, хорошая вещь, над этим надо работать, стоит над этим усиленно работать, вот, только кто это будет делать, опять же, понимаете, у военных там снарядов еще, с конца 50-х годов, там, 40 тысяч вагонов осталось, их надо израсходовать, у них гаубицы еще до сих пор стоят, законсервированные, они в первую очередь будут думать об этом, значит, кому вопрос, к чему, к всемирно известному, значит, немирному оркестру, вот, пускай они этим занимаются, они и будут этим заниматься, и, соответственно, наши военные все больше и больше будут прогрессировать в некомпетентности, а частные ребята будут прогрессировать в компетентности, и мы увидим, что в конце концов, либо военные усовершенствуются и будут выживать, либо они просто будут погибать, Поэтому выход только один. Совершенствоваться, модернизироваться, закупать и не чураться новых технологий. У меня на этом все. Спасибо. Пока.